Здравствуйте! Сегодня я вам покажу и расскажу, как можно сделать чудо-средство своими руками для очистки ручек газовой плиты, электроплиты и других поверхностей. Для очистки ручек мне понадобятся ватные палочки, ватные диски или тряпочка обычная, и зубная щетка, и, конечно, жидкость, которой я буду работать. Снимаю ручки, посмотрите, сколько здесь грязи, это жир, он затекает, будто бы я все и мою, однако, сколько грязи, поэтому нужно ручку снять, обязательно снять ручку, иначе сверху я помою, она была чистая, а внутри что? Это какой-то кошмар. Я даже не ожидала, что собралось столько жира, столько грязи, поэтому, конечно, ватные диски здесь не проходят, тем более палочки, тряпка, тряпочку можно, но лучше, мне кажется, взять губку. Я ее увлажняю, увлажняю хорошо этой жидкостью, если попадет на пол, не страшно, потому что у меня кафель, и начинаю работать и вытирать, видите? Вот, да, в данном варианте, когда много застаревшего или застарелого, правильно сказать, жира, то лучше всего работать губкой. Результат практически на глазах не прошло и секунды, ну, может, пару секунд прошло, и оно все чистое. Вы видите, как все хорошо и довольно быстро. Да, в таких случаях, когда много старого жира, именно жира, то нужно работать губкой, вот этой более шершавой стороной, и хорошенечко эту губку нужно увлажнить. Слушай, замечательно, просто замечательно, просто отлично даже. Я протираю еще такие луночки, уже хочу сделать качественно, чтобы была работа хорошая. У меня это не грязь, это сколотая эмаль, вот эта черная, это сколотая эмаль, не знаю, почему. У меня, кстати, очень много таких мест, где нет эмали уже. Затем протираю тряпочкой уже, она чистенькая, сухая, чистая тряпочка, и, как видите, ну, я лично вижу, что все чисто. Работа на лицо. Да, работа на лицо, в общем, а вот это травма, да, все чисто, все аккуратно. Сейчас я буду быть ручки, для того, чтобы было удобно, я эту болтушку, эту жидкость наливаю в такую тарелочку маленькую, так мне просто будет удобнее. Потому что здесь, ну, беру самую-самую грязную ручку, посмотрите, увлажняю губку, так удобнее работать. Вот так она увлажняется. И смотрите, когда хорошо влажна эта губка, ну, это вообще, это сказка. Сколько раз я прошла, она уже стала белоснежной. Прекрасно, смотри. Вот есть труднодоступные места. Тут уже нужно подумать, как это сделать, чтобы отсюда убрать весь этот жир. Поэтому я взяла зубную щетку, только другим концом. Вот так вот, видите. Вот, что как придумали. Ой, пошли дальше работать. Чистой теплой водички ополаскиваю ручки. И накладываю, пусть они хорошенечко просохнут. Если вы захотите сделать такую болтушку, да, это именно болтушка для рук. Вам понадобится глицерин, 96-ти градусный спирт, нашатырный спирт и вода в равных частях. Так как у меня не было спирта, поэтому я взяла водку и взяла две части водки. Это очень старый рецепт. Пользуюсь я такой болтушкой много-много лет. Она у меня стоит и в ванной комнате, и на кухне, то есть под руками всегда. И вот эта болтушка на хозяйстве иногда просто незаменима. Спасибо огромное, что вы зашли на наш канал, что вы смотрите наши видео, оставляйте комментарии. Всего самого доброго. А главное – здоровье. Пока, пока, пока.